Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис, научный сотрудник Центрального ботанического сада Национальной Академии наук Беларуси. Сегодня я бы хотела поговорить про осеннюю посадку многолетников. Какие растения мы, как правило, пересаживаем в эти сроки? Обычно это растения, которые цветут весной, а также растения, которые имеют очень толстые корни, подобные корням древесных растений. Примером таких растений могут служить хосты. При весенней посадке эти растения приживаются, но мы теряем практически полный сезон декоративности, потому что при весенней посадке развиваются маленькие неполноценные листья, потому что корни этого растения повреждены, и оно не может дать нормального полноценного питания разворачивающимся листьям. Также в осеннее время пересаживаются сибирские ирисы. В отличие от бородатых ирисов, их лучше пересаживать осенью, а не сразу после цветения, поскольку они очень плохо переносят подсушивание корней. Пересаживаются в осеннее время папоротники с отмирающей на зиму листвой. Например, кочедыжники пересаживаются в осеннее время. Пересаживаются такие декоративно-лиственные растения, как медуница. Для нее тоже предпочтительна осенняя пересадка. В таком случае она успевает развить нормальную хорошую мочку корней к весне, и весною растение процветет и дальше будет развивать красивые листья. Также в осеннее время можно пересаживать такие растения, как баданы, примулы, невяники, садовые ромашки. Следует избегать осенней пересадки только для растений, которые цветут во второй половине лета. Запомните, это простое правило. Сегодня я бы хотела вам показать особенности деления и посадки осенних многолетников на примере сибирского ириса и хосты. Сибирский ирис имеет достаточно большое количество сортов. И современные сорта страдают, в отличие от видовых растений, достаточно быстрым израстанием. Если видовое растение может расти без пересадки до 10 лет на одном месте, как правило, 8-10 лет, и тогда уже надо пересаживать, то сортовые сибирские ирисы в этом плане недолговечные многолетники. Есть сорта, которые следует пересаживать уже на 3-4 год выращивания на одном месте, но в среднем это 4-5, реже 6 год выращивания на одном месте. Признаком необходимости пересадки служит израстание сердцевины куста. Вы видите, что тут получилась уже дырочка такая в серединке. На следующий год растение еще больше отступит от серединки, и здесь у нас получится вообще уже плеш. Это уже признак того, что растения пора делить. Выкапываются эти растения достаточно легко, в отличие от пионов травянистых. И делятся они тоже довольно легко. Вам понадобится нож для деления куста и немножко времени. Очень часто при делении корневища сибирских ирисов отмывают водой. Но я обычно этого не делаю. У меня земля и так достаточно неплохо отсыпается. Вот вы видите, что уже корневища пошли расти наружу. Это уже такой признак не самый прекрасный на самом деле. Стандартная деленка сибирского ириса включает в себя 3-4 веера. Ну, очень часто посадочный материал редких, малораспространенных сортов заключается в деленке с одной точкой роста. В принципе, вот эта стандартная деленка, вот здесь вы видите, 4 внятных точки. Лист на деленке укорачивается. Оставляется только та длина, которая нам необходима для удобства работы. Потому что, в принципе, основную функцию в этом году эти листья уже выполнили. И эти корни текущего года, они тоже укорачиваются. Оставляется не более 15-12 корней. Вот, то есть, вот, ну, где-то вот так должна выглядеть посадочная единица наша. Вот. Так мы делим куст. То есть, у нас на выходе должно получиться какое-то количество вот таких деленочек. Вот. Ну, а сейчас я покажу более страшную вещь. Конечно, стоило взять что-то поменьше какой-то сорт. Но, увы, сегодня по плану именно этот. Хосты делить несколько сложнее. Особенно крупные или гигантские сорта. Но, в принципе, это тоже вполне возможно сделать. У хосты деленка может заключаться в двух-трех ростовых почках. У них обычно перед посадкой укорачивают только сломавшиеся или очень крупные листья. А растущие серединки один-два листочка обычно оставляют. Вот. Корневища у хосты тоже укорачивают. Потому что все равно нормально посадить такой длины корневища в грунт нереально. Так. Так. Кто у нас здесь получается? Как его тут лучше? Конечно, в деле деления хост важно взять хороший инструмент, который будет помогать вам работать. Но это не обязательно физкорс. Подберите себе просто удобные острые ножи, не тупящиеся секаторы, и будет вам счастье. Вот. В принципе, вот у крупных хост полноценная деленка, она обычно представляет одну точку роста. Но если мы хотим, чтобы хост разросся побыстрее, то сажают деленки с двумя точками роста. Если у нас мелколистный сорт, то деленка может состоять и из трех ростовых точечек. Ну, конкретно вот этот сорт, в принципе, он будет хорошо смотреться и с одной точкой. Значит, когда у нас получается вот такая кочерыжка старого корневища, она, в принципе, при посадке нам ничего хорошего не даст. Из нее уже ничего не разовьется. А вот здесь мы видим спящую почку. Вот, кстати, вот здесь тоже спящая почка, но она еще видна плохо. То есть вот это очень хорошая деленка. Здесь получается на существующем побеге почка. Вот здесь спящая почка и еще одна спящая почка у основания отцвевшего цветоноса. То есть это будет супер деленка, на самом деле. Вот мы кромсали растений и пришло время приступить к их посадке. Посадочная яма подсибирские ирицы готовится не очень глубокая. Порядка одного штыка лопата в глубину. Но достаточно широкая, потому что корневища сибирских ирисов разрастаются вширь. А если мы выкопаем в глубину, то, в принципе, мы ничего не улучшим при этом. У сибирских ирисов нет такой проблемы, как у пионов. Для них не так важно, на каком высоте расположены почки вознобления. Кроме того, к питанию почвенному сибирские ирисы не слишком требовательны. Это очень приятно для тех, кому не повезло с землей, с плодородием ее. Мы берем свои деленочки, частично присыпаем, размещая их на правильной высоте. Затем растения поливаются. Поливается посадочная яма, еще не полностью заполненная почвой. Для того, чтобы наши корневища и корешки хорошо расположились в грунте. И затем мы постепенно засыпаем наше растение на требуемую высоту. То есть должен остаться вот такой хохолочек, который, конечно, осенью не украсит участок. Но зато весной у вас уже начнется полноценный рост ириса. Для хостов, в зависимости от сорта, глубина посадочной ямы может существенно отличаться. Для мелколистных хостов достаточно штыка лопаты. Но если хоста чуть больше среднего, как в нашем случае, то придется немножко потрудиться. Если на вашем участке почва не отличается особым плодородием, то постарайтесь найти более такой жирной и сытной земли для заполнения посадочной ямы. Потому что хосты, в отличие от сибирских хвирисов, довольно большие любители. Хорошо покушать. На бедных песчаных почвах они, конечно, расти будут, ничего с ними не произойдет. Но во второй половине лета они уже будут терять окраску, характерную для сорта. На более жирных почвах они сохраняют типичную окраску практически до осени. Точно так же, как и при посадке сибирских хвирисов, мы размещаем нашу деленку на такой высоте, на какой она была расположена в грунте. То есть вы видите, что практически все почки у нее будут находиться на уровне почвы. После осадки земли растение будет немножко затянуто в грунт, приблизительно на 5 см. Это позволит проснуться спящим почкам, которые находятся у основания корневища. И наш куст будет быстрее нарастать и увеличиваться в размерах. Посадочная яма поливается водой, чтобы у нас осадка начиналась уже сейчас. И мы заполняем нашу посадочную ямку землей до верха. В случае с хостой, в зависимости от того, какая у вас земля, осадка грунта может происходить вплоть до весны. И когда вы увидите, что ваша посадочная ямка провалилась, просто подсыпайте плодородный грунт. Многие любители высаживают такие многолетники, как хосты, в укровной материал. Я не рекомендую делать этого по одной простой причине. Я выращивала в свое время так растения. Есть одна неприятная особенность. Если в вашей местности достаточное количество влаги, то под укровным материалом разводится очень большое количество слизней и улиток. Им там создаются благоприятные условия для зимовки, для ночевки. И ваши хосты будут иметь вот такие дырявые листья все время. Деление более мелких многолетников, таких как папоротники, таких как медуницы, оно менее хлопотно по сравнению с делением ирисов или хост. В принципе, стандартная деленка у этих растений представляет, как и у любых многолетних травянистых растений, по ГОСТу три ростовых почки. Меньшее количество – это уже растения, которые отправляются на доращивание. Высаживаются такие растения просто в политые ямки. Заполняются в зависимости от требования культуры этой ямки, либо обычным грунтом, который у вас имеется на местности, либо если у вас недостаточно плодородная земля, либо это особо требовательная культура, например, медуница предпочитает плодородные почвы, она тогда заполняется такая ямка компостом, либо хорошей садовой огородной землей. Надеюсь, мои советы будут вам полезны. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. С вами был канал Процветок и Анастасия Гулис. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok